В России военными пенсионерами становится независимо от возраста главное, чтобы общий трудовой стаж в определенных структурах составлял как минимум 20 лет. То есть получать военную пенсию можно даже с 40 лет. Кроме того, поводом для назначения пенсии станет ухудшение здоровья во время несения службы, из-за чего служащему будет присвоена инвалидная группа. Если он умрет, пенсия все равно будет определена для родственников военного. Величина пенсии будет зависеть от размера денежного довольствия, полагающихся надбавок и повышений. Давайте подробнее поговорим про размер военной пенсии в 2020 году. Пенсионное обеспечение военнослужащих Прежде всего, военные пенсионеры получают пенсионные выплаты по линии Минобороны РФ, МВД, ФСИН и прочих ведомств. Основными видами пенсий, которые назначаются военнослужащим, являются пенсия за выслугу лет и пенсия по инвалидности для их назначения должен выполняться ряд требований. Зачастую военнослужащий, решивший оставить службу, продолжает заниматься трудовой деятельностью, устраивается на работу по найму, регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. В любом случае, каким бы законным способом бывший военный не получал заработки, его пенсия за годы несения службы будет начисляться ему в полном объеме. Единственное, невозможно будет претендовать на надбавки к пенсионным выплатам, которые предназначены для трудоустроенных пенсионеров. Более того, если деятельность военного пенсионера отвечает всем требованиям закона по назначению ему страховых пенсионных выплат по старости, он может претендовать на выплату сразу двух видов пенсий военной и страховой по старости. Но во втором случае не будет полагаться фиксированная ее часть, то есть пенсия по возрасту будет складываться исключительно из сумм пенсионных отчислений, направляемых работодателем, или самим пенсионером в случае, если он начал заниматься бизнесом. Читайте также статью «Как рассчитать пенсию сотрудников МВД». Как рассчитать размер военной пенсии в 2020 году? Окончательная сумма военной пенсии будет зависеть от следующих факторов – заработные платы по званию, зарплаты по должности, надбавок за выслугу лет, уровень индексации, в настоящее время показатель составляет 72,23%, зависящий, в свою очередь, от текущего роста инфляции. Продолжительность службы в силовых ведомствах также играет роль в определении размера пенсионного обеспечения. При службе длительностью более 20 лет пенсия составит половину суммы ежемесячного денежного довольствия с увеличением на 3% от той же суммы за каждый дополнительный год работы. Если военный пенсионер отслужил более 25 лет, и при этом служба в силовых ведомствах оказалась равной как минимум 12,5 годам, бывший военнослужащий может рассчитывать на пенсионные выплаты, составляющие половину привычного. Ежемесячного денежного довольствия, увеличенную на 1% оклада за годы службы сверх 25 лет. Пенсию можно рассчитать по следующей формуле. ЗПТ плюс ЗПС плюс Д умножить на ПК умножить на ВЛ умножить на РПК, где ЗПТ заработная оплата по должности, ЗПС заработная оплата по званию, Д доплата, ПК понижающий коэффициент, равный 0,72, ВЛ выслуга лет, РПК районный повышающий коэффициент для Военнослужащих, проходящих службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Расчетная величина для определения повышений и надбавок Минимальные суммы пенсионных выплат и доплат подлежат перерасчету. Если в силу индексации повышается расчетная величина пенсии, выплаты увеличиваются в то же время. За расчетную величину принимается сумма действующей социальной пенсии. Увеличение социальных пенсий способствует повышению расчетной величины, влияющей на пересмотр доплат, предназначенных инвалидам, получившим травму на службе, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боев и безработных. Пенсионеров, обеспечивающих нетрудоспособных иждивенцев. Какие установлены надбавки военнослужащим? Законами о пенсионном обеспечении определены различные повеличения надбавки к пенсионным выплатам, в зависимости от того, о какой пенсии идет речь. При получении пенсии по выслуге лет, в процентном соотношении к сумме расчетной выплаты. 32% для участников Великой Отечественной войны, для которых не установлена инвалидная группа. 64% для пенсионеров в возрасте от 80 лет. 32% 100% пенсионерам, обеспечивающим нетрудоспособных иждивенцев. 32% за одного иждивенца. 64%. За двух, 100% за трех и более. 100% инвалидам первой группы и пенсионерам старше 80 лет. При получении пенсии по потере кормильца. 32% при условии проживания в семье пожилых людей от 80 лет, инвалидов АИГР. Детей с инвалидностью или инвалидов детства АИА и АИГР. При получении пенсии по инвалидности. 100% размера социального пенсионного обеспечения. Если группа инвалидности была присвоена женщине от 55 лет или мужчине от 60 лет после приобретения военной травмы. Все надбавки установлены для пенсии по выслуге лет. Повышенный размер военной пенсии в 2020 году для отдельных категорий военных. Пенсии военнослужащих по выслуге лет, по потере кормильца и по инвалидности увеличиваются по следующим принципам. В процентном отношении к сумме расчетного размера на 32% для инвалидов детства, получивших инвалидность из-за ранения. Или контузии во время ВОВ на 32% для бывших жителей блокадного Ленинграда, на 16% для отслуживших от 6 месяцев во время ВОВ, кроме периодов работы на оккупированных территориях страны, для обладателей медалей и орденов СССР за службу и... Трудовую деятельность в период Великой Отечественной войны, на 32% для граждан, которые находились в концлагерях в детстве, на 32% для участников ВОВ, о которых упоминается в подпунктах АЖ и пункта 1СТ. Два ФЗ о ветеранах, для ветеранов боев, на 15% обладателям орденов трудовой славы и за службу Родине в воскресенье СССР, на 50% для чемпионов Сурд, пара Олимпийских игр, на 50% героям социалистического труда и труда РФ, на 100% для обладателей ордена. Слава Героев СССР РФ Размер второй пенсии страховой Чтобы получать в дополнение к военной пенсии еще и страховую пенсию по возрасту, бывший военнослужащий должен после увольнения со службы найти официальный источник дохода. Работодатель зарегистрирует его в системе обязательного пенсионного страхования, или, если речь идет о предпринимательской деятельности, ИП пройдет регистрацию самостоятельно и будет удерживать часть заработной платы в счет пенсионных. Платежей? Читайте также статью, как начисляется пенсия работающим пенсионерам. Только работая официально и получая белую заработную плату, можно рассчитывать на страховую пенсию. На величину будущей страховой пенсии будут влиять трудовой стаж на гражданских должностях, величина зарплаты, чем она больше, тем более крупные страховые отчисления делает наниматель, общее число пенсионных взносов. Условиями получения второй пенсии бывшим военнослужащим являются достижение пенсионного возраста, 60 лет для мужчин, 55 для женщин, достижение минимального рабочего стажа на гражданке, в текущем 2017 году 8 лет, получение военной. Пенсии, вычисленные в связи с инвалидностью или за выслугу лет. Набор необходимого числа пенсионных баллов минимум 11,4 в 2017 году. Читайте также статью «Увеличение пенсии работающим пенсионерам в 2020 году». Как проходит индексация военных пенсий? Индексация зависит от действующего уровня и направлена на то, чтобы размеры пенсий соответствовали стоимости услуг и товаров на рынке России. Страховые пенсионные выплаты корректируются 1 февраля каждого года в связи с увеличением стоимости 1 индивидуального пенсионного коэффициента относительно повышения инфляционного уровня в прошлом году, 1 апреля ежегодно утверждается. Цена 1 пенсионного балла на будущий плановый год. Если, когда бывший военный начнет получать страховую пенсию, он будет продолжать работать на предприятии или заниматься бизнесом, пенсионные выплаты будут начисляться ему без учета индексации. Но как только он уволится по причине выхода на пенсию, пособие будет скорректировано с учетом проводимых до этого индексации. Военнослужащие, которым начисляется только военная пенсия или страховая пенсия по возрасту, в этом году могли оформить разовую выплату в размере 5000 рублей, которая была назначена в связи с отменой индексации. Законодательные акты по теме. Федеральный закон от 12 февраля 1993 года номер 4468-Ай о пенсионном обеспечении лиц. Год 12 февраля 1990 федеральный закон номер 4468-Ай о пенсионном обеспечении лиц. Проходивших военную службу федеральный закон от 8 ноября 2011 года номер 309 ФЗ, изменения в законе о денежном довольстве военнослужащих, федеральный закон от 15 декабря 2001 года номер 166 ФЗ, о государственном пенсионном обеспечении федеральный закон от 29 декабря 2015 года номер 385 ФЗ о выплате пенсии трудоустроенным пенсионерам без учета индексации типичной ошибки. Пенсии трудоустроенным пенсионерам без учета индексации типичной ошибки. Пенсии трудоустроенным пенсии трудоустроенным пенсии трудоустроенным пенсионерам без учета индексации типичной ошибки. Пенсии трудоустроенным пенсии трудоустроенным пенсионерам без учета индексации типичной ошибки. Ошибка. Бывший военнослужащий, трудящийся по найму, начал получать страховую пенсию по старости и рассчитывает на увеличение ее размера после индексации. Комментарий. С 2016 года работающие пенсионеры не могут получать проиндексированные пенсии, но после ухода с работы индексация будет учитываться при начислении ежемесячных выплат. Ошибка. Военный пенсионер, получивший единовременную выплату в размере 5000 рублей, претендует на повторную ее выплату в связи с неблагоприятным финансовым положением. Комментарий. Разовую выплату можно было получить лишь единожды, и она начислялась в качестве компенсации за отсутствие индексации пенсионных выплат. Ответы на распространенные вопросы про размер военной пенсии в 2020 году. Вопрос номер один. Военный пенсионер открыл собственное дело, но не собирается делать страховых отчислений в счет будущей пенсии, поскольку уже получает военные пособия. Правомерны ли его действия? Ответ. Нет. Страховые взносы ФСС и ПФР с 2017 года в ФНС являются обязательными для всех предпринимателей, даже тех, кто уже получает военную пенсию. Вопрос номер два. Можно ли рассчитывать на надбавки к военной пенсии за материальное обеспечение четыре иждивенцев, двое из которых несовершеннолетние дети, а двое других нетрудоспособные родители с инвалидностью? Ответ. Безусловно, надбавки. К пенсии в данном случае положены, но только в размере 100% от расчетного размера военной пенсии, который полагается на содержание три иждивенцев, это максимальная величина доплаты, несмотря на большее число нетрудоспособных членов семьи. Видео-советы. Размеры военных пенсий претерпели изменения. В видео раскрывается информация о том, что военные пенсии в 2020 году претерпели изменения. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!